Иосиф Братья возненавидели Иосифа сказано тут из-за большей любви Якова к нему, которая объясняется тем, что Иосиф, как здесь написано, был сын старости. Однако, если мы с вами чуть-чуть вдумаемся, тут возникнут некоторые вопросы. Во-первых, он родился, как можно увидеть из текста Писания, ненамного позже из Саскара и Звулуна, двух сыновей Леи. Во-вторых, после Иосифа Рахель, его мать, родила Якову еще одного сына, Бениамина. Поэтому, если бы именно возраст Якова на момент рождения очередного сына определял бы его любовь к нему, то, конечно же, Бениамина он убил бы больше, еще сильнее, чем Иосифа. Может быть, дело было в том, что Иосиф был первым сыном Рахели, любимой жены Якова, которая долго не имела детей. Может быть, Иосиф выделялся среди своих братьев какими-то особыми качествами. Возможно, он больше Бениамина был похож на свою мать. Выражение «красив станом и красив лицем» встречается в Берешит дважды. Сначала при описании Рахели, а затем при описании Иосифа. А может быть, из всех братьев именно Иосиф был истинным духовным наследником своего отца, и Яков это чувствовал. В конце концов, книга Берешит уделяет ему, одному и его истории целых 10 глав. Так или иначе, нам остается лишь гадать, почему именно возраст его отца главная причина его предпочтительного отношения к Иосифу. И это предпочтение было не скрытым, как мы с вами здесь видим, оно было совершенно явным. У него была разноцветная одежда, которой не было ни у кого из других братьев. Это вызвало ревность, а затем и ненависть братьев к нему. На этом фоне доносы Иосифа отцу на братьев были, мягко говоря, лишними. А уж когда он начал рассказывать братьям свои сны, в которых он неизменно достигал более высокого положения, чем они, то есть они однозначно указывали на то, что в конце концов он станет господствующим в семье, займет господствующее положение. Конечно, это уже стало им совсем нестерпимо, ну и кончилось это все тем, что они решили его убить. Лишь благодаря вмешательству Рувена, первенца Якова, убийство не состоялось. Он остается жив, Иосиф, но, конечно же, братья все равно от него избавились, не убив, но продав в рабство. Чтобы оценить их поступок, давайте, во-первых, вспомним, что в той культуре семья означала намного больше, чем в современной западной культуре. Это была клановая культура, которая до сих пор сохраняется на Востоке, в разных народах, где в этой культуре семья и родственники — это альфа и омега, это статус, это имя, это все. Во-вторых, Яков был человек не бедный, и Иосиф знал, что однажды он получит свою долю наследства. Но теперь он раб, у которого нет ничего, у него нет ни семьи, ни имени, ни гроша за душой, ни сейчас, ни в будущем. Причем он не родился таким, родиться таким человеком очень тяжело, но он стал таким человеком. И каким образом он стал таким? Он влез в долги и не смог рассчитаться? Или, может быть, разбойники напали на его семью и продали всех в рабство? Нет, его собственные братья, его родные братья, в всяком случае по отцу, возненавидели его и продали чужакам. Те самые люди, которые должны были любить, защищать, заботиться и поддерживать. Это очень тяжело. Но, может быть, все-таки он заслужил это, но давайте выясним, в чем была его вина. В том, что отец сделал ему разноцветную одежду? Нет. В том, что он стучал отцу на братьев, или по отреческой глупости хвастался с нами, в которых он начальствует над всей семьей. Я думаю, что это просто детские шалости, совершенно непропорциональные жестокости поступка братьев. Он пострадал, в общем-то, незаслуженно, на мой взгляд. Прекрасная была у него возможность, соответственно, обидеться и на братьев, и на отца, и даже на Бога. Ведь Бог допустил это, а мог бы предотвратить. Если Иосеф додумался до этой мысли, я уверен, что он, как неглупый человек, наверняка к ней, в конце концов, пришел, у него была прекрасная возможность также обидеться на Бога, допустившего все то, что с ним произошло. Воспользовался ли он этой возможностью? Сейчас мы это увидим. Дальнейшая его жизнь проходит в Египте, где он раб, в доме начальника фараоновых телохранителей. Там Господь возвышает его до положения управляющего всем домом. Жена хозяина пытается его соблазнить, причем неоднократно, ничего не добивается. Тогда она обвиняет его в изнасиловании, и Иосеф оказывается в тюрьме. Он отказался опорочить честь своего хозяина, и хозяин же посадил его в тюрьму по ложному обвинению. Это своего рода дежавю, потому что египетская тюрьма представляла собой яму. В ивритском тексте, там в книге Берешит 41 главе 14 стихе, стоит слово бор ивритское, которое означает ров или колодец. Это то же самое слово, которое Рувен предлагает братьям как альтернативу убийству. Давайте бросим его в ров, говорит он. Сначала его в ров бросают братья, потом египтяне. В тюрьме, как и в доме египетского царедворца, Иосеф остается недолго рядовым заключенным. Господь по-прежнему с ним, и хотя Иосеф все еще в тюрьме, он вскоре становится главным над всеми заключенными, подотчетным непосредственно самому начальнику тюрьмы. Отсюда, кстати, не следует, что Бог всегда продвигает по карьерной лестнице всех, кто искренне верит в него. Достаточно вспомнить такого верующего человека, как Ишуа из Назарета, который за всю свою земную карьеру так и не стал ни начальником, ни каким-то очень богатым бизнесменом. При этом, как мне кажется, он был довольно искренним верующим. Я не говорю, что Бог не может поднять вас так, как он поднял Иосефа. Я говорю только о том, что делать общие выводы на основании одного случая — это порочная логика. Однако мы отвлеклись от темы. В тюрьме Иосеф помогает одному из заключенных. Он истолковывает ему его сон, и этот сон затем в точности сбывается. Заключенный выходит на свободу, возвращается на свою высокую должность во дворце фараона, который он занимал до заключения, но он забывает о просьбе Иосефа, который просил его замолвить за него словечко, походатайствовать за него, вытащить его из тюрьмы, из этого рва. Время проходит, Иосеф понимает, что о нем забыли. Еще один повод обидеться на людей и на Бога, который опять-таки допустил это все. Но тот, бывший заключенный, в конце концов вспоминает о Иосефе и рассказывает о нем фараону. В третий раз Иосеф становится человеком номер два. Сериас уже не в доме начальника телохранителя и не в тюрьме, а уже во всем Египте. Его единственный господин, теперь сам фараон, его время пришло. Однако юношеские сны еще не исполнились. Но вот проходит еще некоторое время, и на горизонте появляются братья, которых Иосеф не видел много лет. Они пришли в Египет за зерном, потому что в Эрецкнан, то есть в земле хананской. Голод в Египте, жизнь тоже не шикарная. Однако зерно, по крайней мере, там есть, благодаря пророческому и организационному дару Иосефа, который предвидел тяжелые годы и сделал запасы продовольствия. И вот сыновья Якова, побуждаемые нуждой, пришли к человеку номер два в этой стране, не подозревая, что это их брат. Они излагают ему свое дело, но он делает вид, что не верит им. Устраивает им допрос с пристрастием и обвиняет в шпионаже. Тогда они отвечают ему, мы люди честные. Но он стоит на своем обвинении и требует привезти их младшего брата, Бениамина, о котором они рассказывали ему, зачем он это делает. В доказательство их честности. Он просит, чтобы они это сделали. Вот вы рассказали, что у вас есть такая семья, такой брат. Вот приведите его, тогда я пойму, что вы действительно такие честные люди, как о себе говорите. А чтобы они его не провели, он берет в заложники одного из присутствующих братьев, Шимона, Симеона, в русской Библии. И предупреждает, что если они попытаются его провести, что если они свое обещание не выполнят, то все умрут. Тогда они говорят друг другу. Точно мы наказываемся за грех против нашего брата. Мы видели страдания души его, когда он умолял нас, но не послушали. Зато и постигло нас горе сие. Как честные люди, рассказывавшие Йосефу о своей семье, они должны были рассказать ему не только о Бениамине и о престарелом отце, но они должны были также рассказать и о брате, проданном ими много лет назад за 20 шекелей серебра. Они должны были рассказать ему, как измазали кровью ненавистную им разноцветную одежду, как измазали ее козлиной кровью и принесли отцу, чтобы он считал своего любимого сына мертвым. Но об этом эти честные люди почему-то не гу-гу. И только когда он пригрозил им смертью, они припомнили свой грех против Йосефа, не подозревая, что он понимает их речь. В их словах не только признание факта греха, который они в свое время совершили против него, но и осознание жестокости этого греха. Я думаю, что именно этого и добивался Йосеф, играя с ними, так сказать, в эту игру. Он хотел не только спасти их от голода, но и восстановить отношения с ними. Но это было невозможно без признания ими своей вины во всей ее полноте. Все это замечательно, скажете вы, но при чем тут прощение? Сейчас скажу вам. Во-первых, в действиях Йосефа мы не видим здесь никакой жажды мести. Чисто внешне он, да, он суров с братьями, но это, как мы видим, не месть, а продуманная стратегия поведения, цель которой примирение. Во-вторых, послушайте, что он говорит им. «Я, Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет. Но теперь не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни. Ибо теперь два года голода на земле, еще пять лет, в которые ни пахать, ни сеять, ни жать не будут. Бог послал меня перед вами, чтобы оставить вас на земле и сохранить вашу жизнь великим избавлением. Итак, не вы послали меня сюда, но Бог, который поставил меня отцом фараону и господином во всем доме его и владыкою во всей земле египетской». Обратите внимание, в его словах нет и ни тени обвинений. Он не говорит им, а вы подумали, каково мне было. А вы вообще не хотите у меня, может быть, прощения попросить? А вы не боитесь, что я теперь могу отплатить вам по первое число, что я вас всех могу упечь в тот же самый бор, в тот же самый ров, посадить в тюрьму и вообще просто расстрелять, поставить в стенки. Не расстрелять, конечно, но тем не менее. Вы расстанетесь с жизнью. Ничего этого нет. Наоборот, он успокаивает их, говорит, не печальтесь и не жалейте. Но самое удивительное даже не в этом, а в том, как он видит ситуацию. Сначала он говорит, я брат ваш, которого вы продали в Египет. Это видимая, фактическая сторона дела. И он не отрицает ее. Но дальше он добавляет. Бог послал меня перед вами. Эти слова «Бог послал меня сюда» он повторяет еще два раза. В третий раз он даже подчеркивает «не вы послали меня сюда, но Бог». Именно так сказано о Боге и в Псалме 104, 17 стих. «Послал перед ними человека, в рабы продан был Йосеф». «В своих бедах он видел руку Божью». И вот это и отличает подлинно верующего человека от того, кто остается эгоцентричным, несмотря на веру. И продолжает воспринимать все происходящее исключительно через призму собственных эмоций и личных интересов. Слезы Йосефа, он в конце концов расплакался перед братьями, не выдержал. Они выдают, конечно, боль, которую он носил в себе многие годы. Но, тем не менее, он ни о чем не жалеет. Ведь Бог обратил все происшедшее во благо, прежде всего, великому множеству людей. А сам он, Йосеф, повзрослел и понял, что власть дается не для раздувания эго, а для служения другим. Если вам трудно простить ваших должников, подумайте о Йосефе. Ваши страдания не обязательно указывают на то, что вам тоже предназначено стать вторым человеком в государстве. Однако и ваше страдание Бог, допустивший его, способен обратить во благо, как вам, так и другим людям. Ведь любящим Бога, призванным по его изволению, все, в том числе и плохое, содействует ко благу. Но это благо придет к вам лишь при условии, что вы гоняетесь не за самим благом, а за Богом и его волей. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»